В новом учебном году в рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта образования в Колпашевском районе открылось 169 дополнительных мест в 8 образовательных организациях. Более 3 миллионов рублей из средств федерального бюджета было выделено на приобретение специального оборудования. Материально-техническая база образовательных организаций обновляется в целях реализации востребованных дополнительных общеобразовательных программ технической, социально-гуманитарной, естественно-научной и туристско-краевической направленности. Новое оборудование поступило в том числе в детский эколого-биологический центр. В 2021 году центр участвовал в проекте по созданию новых мест в дополнительном образовании в рамках нацпроекта образования. Было создано 8 инфраструктурных мест для 16 обучающихся по программе «Мир живого через призму научного познания» – это программа по исследовательской деятельности в области биологии и экологии. Было закуплено оборудование на сумму 142 782 рубля, переоборудован зал аквариумистики, обновлена ученическая мебель, технические средства обучения и закуплено специфическое оборудование по профилю экология. Это стереоскопический микроскоп, расправилки, энтомологические буров, древесный видеоокуляр к микроскопу. Ну и мы считаем, что данное оборудование позволит увеличить спектр возможных исследований и качество исследовательских работ. Класс аквариумистики заметно преобразился. В нем появился компьютер с монитором, лазерный принтер и вся необходимая мебель, шкаф для пособий, ученические парты и лабораторные стулья. Настоящей находкой для обучающихся стал новый стереоскопический микроскоп. Он позволяет проводить наблюдение объектов в объемном восприятии. Образующийся при передаче изображения стереопара обеспечивает передачу наблюдаемых объектов такими, какими их раздельно видят правый и левый глаз человека. В результате получается объемная 3D-картинка. Цифровой окуляр – важное дополнение к новому микроскопу, позволяет передать видеоизображение сразу на экран компьютера. Здесь у нас настройки, во сколько раз можно увеличить тони. В два раза и в четыре. Также вот тут увеличение в 10, либо в 20 раз. Ребята, работающие над исследовательским проектом Ихтиофауна города Колпашево, уже оценили преимущества нового оборудования. Благодаря этому микроскопу можно более детально рассмотреть какой-либо объемный объект, который можно положить. Этой чешуе примерно, как мы смогли определить, 6-7 лет. Уже опробованы в деле энтомологические расправилки. Это специальные приспособления, предназначенные для расправления крылатых насекомых целью их последующего монтирования в энтомологические коллекции. Расправилка состоит из двух дощечек, изготовленных из древесины мягких пород. Между ними расположен желобок шириной сбрюшка насекомого. Ширина желоба регулируется. Раньше ребята работали с самодельными пенопластовыми расправилками, которые не обеспечивали нужный угол. Ведь крыло насекомого должно закрепляться в плоскости, как можно более близкой к естественной. Еще об одном специфическом приспособлении, возрастном бураве, нам рассказал обучающийся центра Александр Горн. Это как основание. Это бур, это экстрактор. Вот так вот ставится. Это невряд одвинул и вот так вот закрепляется. Бур авсан вставляется в дерево, прокручивается против часовой стрелки. Затем ставится экстрактор вверх вот так вот сюда заводится и один раз проворачивается по часовой стрелке. И достается кусочек дерева, по которому можно определить возраст дерева и, как я сказал, остальные свойства. Мы проводим исследовательскую работу под названием «Древоразрушающая биота города Колпашево», в рамках которой мы ходим по городу, смотрим на деревья. Летом мы проводили целых три экспедиции в разных частях города, осматривали деревья на наличие древоразрушающих грибов, на антропогенное влияние, то есть влияние на деревья человеком, на наличие мхов или шайников и много чего еще. Я думаю, опять же, летом мы проведем какую-нибудь экспедицию и будем уже работать с буравом. С 1 сентября 2021 года в организациях Колпашевского района реализуются 12 обновленных программ дополнительного образования, в том числе и несколько новых. В дальнейшем они, несомненно, повлияют на профессиональное самоопределение обучающихся и будут способствовать повышению доступности дополнительного образования.